Хе-хе-хе! Всем-всем привет от Кэт! Как у вас сегодня дела? Как настроение? Вы знаете, сегодня утром проснулась, и у меня просто взорвался интернет. Все мои личные сообщения, вся моя почта была переполнена. Я получила столько сообщений, писем, вопросов, что я думаю по поводу того, что случилось в России. Вы знаете, а я живу в Америке, и, извините, я даже не знала вообще, что происходит в России. Как-то в последнее время я не следила за событиями, тем более в шоу-бизнесе. Все меня спрашивали, мое мнение, что я думаю, какая реакция на то, что произошло на детском голосе. Ребята, я понятия не имела, честное слово. Я русское телевидение с недавних пор вообще не смотрю. После того, как я побывала на нем и приняла активное участие, когда я побывала за кулисами и увидела всю эту подноготную, и поняла, что это такое, что вообще там творится, я перестала вообще следить за какими-либо событиями на телевидении. И вы знаете, ну, хочешь, не хочешь, народ стал писать, звонить, стучать в колокола по поводу этого нашумевшего дела детский голос. Ну, и пришлось мне немножко все-таки как-то вникнуть в эту тему и посмотреть, что происходит, из-за чего такой кипиш. Вы знаете, ну, я посмеялась от души, от души. Вы знаете, молодцы, телевидение сделало всех и вся. Вы знаете, народ, ну, народ меня удивляет. Все такие наивные. Все это просто все... Я даже не хочу такие, знаете, харш-словечки использовать, но просто народ хавает. Хавает то, что ему показывают. Я не понимаю, ну, неужели все такие наивные? Я вам хочу сказать, что это такой мартинговый ход. Это было просчитано 126 шагов вперед. Какая будет реакция у людей? Кто еще не понял, я вам попытаюсь рассказать вообще полную картину, что происходит вообще в России, если те люди, которые там живут, еще не поняли, что происходит со средствами массовой информации там, в том числе телевидением и с ведущими каналами. Вы не поняли, что хорошие новости, какая-то полезная информация, развивающаяся, культурная, никого не интересует там. Рейтинги на этом не сделаешь. Последнее время это уже просто закономерность страны, всей системы и как отголосок последствия телевидения только на желтой прессе, только на грязной, на чернухе можно сделать себе рейтинг. И, конечно же, этот канал побил все сейчас рекорды, потому что, хочешь не хочешь, посмотрите, даже уже просто вся русскоговорящая Америка и любые другие страны, где есть просто русскоговорящие люди, все заметили это, все говорят об этом. У них было просчитано это, вы не понимаете, что все это уже было сделано от начала до конца, и те умные люди, им нужно отдать кредит, вы знаете, те умные люди, они просчитали и знали уже давным-давно, заранее, какая будет реакция у людей, у масс, у большинства, и что этим самым они произведут фурор, этим самым они забили абсолютно все другие каналы, которые существуют, а их сейчас такое множество, что, по-моему, голова кружится, и невозможно это все, как говорится, процесс, все это пропустить через себя. Выбор такой большой для людей, для молодежи, для престарелых, для мамочек, для бабушек, которые сидят дома, которым делать нечего, и они просто живут этими ток-шоу. Они сутками, можно сказать, сидят возле экранов телевизоров и смотрят за всем этим, я даже не знаю, как это назвать, то, что им показывают, их кормят этим, вы понимаете? И они это все принимают за чистую монету. И этот детский голос был просчитан просто до начала, от начала и до конца, до последней минуты, до последней секунды. И уже было заранее запланировано, конечно, кого выберут победителем, и специально это было сделано, вы понимаете? Специально это было сделано, чтобы вызвать вот такую вот гневную, неадекватную реакцию зрителей. Вы посмотрите, вы посмотрите, эта передача просто побила рекорды по просмотрам и на телевидении, и по интернету, посмотрите, что творится в ютюбе, столько просмотров, не сделала ни одна передача за последнее время существования популярных российских каналов. Поэтому это очевидно, я не понимаю, как некоторые люди до сих пор верят, надеются во что-то светлое и хорошее, что эти конкурсы могут быть честными, что какие-то якобы талантливые детишки туда попадают, и которые могут пробиться через эту стену бюрократии, где всё покупается и всё продаётся. Я, вы знаете, я просто, я посмотрела, я в таком вообще, не знаю, сказать, шоке, это ничего не сказать, наверное, как настолько люди доверчивые, им просто промывают мозги, а они сидят и переживают, и кричат, справедливость, где справедливость, требует чего-то. Вы что, неужели вы не поняли? Это всё уже просчитано и запланировано. Это было, как, знаете, по скрипту написано, что должно быть именно так, и так, и так, и какой-то умный человек, который сидит за всем этим проектом, именно рассчитывал на эту негативную реакцию. Это вот и называется чёрная пресса, грязная, нечестная, потому что только это возбуждает мозг людей. Вы понимаете, вы посмотрите, какие передачи, какие ток-шоу занимают популярность. Если, я ещё раз повторюсь, если что-то милое, доброе, хорошее, это не интересует никого. Вот если всё плохо, если всё чёрно, если сплетни, если какие-то там шокирующие моменты, если кому-то действительно плохо, кто-то плачет, у кого-то беда, это вот интересует, да, а тут такое, понимаете, обидели, обидели талантливых, простых детишек, якобы, вот таким вот ходом. Так это всё специально было сделано. Если бы, вы понимаете, если вот какой-то из одних талантливых мальчиков занял бы первое место, да на него бы никто не обратил внимания, и на передачу в целом не обратили бы внимания. Посмотрели, а кто бы вообще не посмотрел, понимаете, такие вот люди, которые живут, например, за пределами России, которым совершенно, я даже не знала, что существует в России такая передача, честное слово. Ещё бы сто лет не узнала, если бы вот именно не случился вот этот ход конём, ажиотаж во всём русскоговорящем мире. Вы представляете? Вы представляете, сколько русскоговорящих по всему миру? В каждой стране вы найдёте русскоговорящих людей, и сейчас, мне кажется, на сегодняшний день, на сегодняшний момент об этой передаче все услышали. А ещё один ход. Никто не задумался, почему именно сейчас, именно в этот момент выпустили вот эту вот нашумевшую передачу, когда идёт такой большой православный праздник. Как вам это сочетание? А знаете, почему это сочетание? А потому что ничего святого не осталось. Всё продаётся, всё покупается. Если не видно на горизонте денежных единиц, никому ничего не интересно. Святого ничего никому не надо, оно не интересно. поэтому это большой пиар. Всё телевидение. Ему верить нельзя. И сколько бы я ни говорила, конечно, найдутся те люди, которые будут возражать и оспаривать это. Это ваше право. Но я надеюсь, что всё-таки есть умные понимающие люди и они придут к пониманию того, что всё замешано на деньгах. И телевидение это самое последнее, что вообще чему можно верить, доверять и даже смотреть. Это, по-моему, такое уже, вы знаете, они извращаются, они уже не знают, как, как привлечь массовую информацию, как привлечь зрителя, как заманить. И вот, пожалуйста, тот, кто это придумал, очень умный человек, я вам хочу сказать, так что, кто это придумал, добился желаемого результата, и посмотрите, ух, они сейчас получили такой доход, вы даже себе представить не можете. И все остальные ток-шоу ушли по рейтингу на 129-е место. Так что, вот мое вам мнение. Те, кто спрашивал, кто интересовался, к сожалению, я не могу каждому в отдельности в письменном виде отвечать. Вот, пожалуйста, сделала вам небольшое видео-послание, ответ, и это мое мнение. Все, что могу я вам сказать по поводу телевидения и массовых информаций. Никакого доверия и никакого уважения. Это последнее дело. Так что, смотрите сами и делайте выводы сами. Всего вам хорошего. Спасибо, что вы были сегодня со мной. субтитры.